Марьяна Ро высказалась насчёт Дианы Саевой. А чё Диана Саева? Подожди, стопэ. Для начала, чтобы почитать высказывания Марьяны Ро, я должен посмотреть или послушать, чё Диана Саева сказала. Кто это? Вроде это известная тиктокерша, но в своё время вроде даже самая известная в тиктоке. Окей, щас попробую найти. А, во! А, нет! Та я... Вашу... Маму. Во! Нашёл. А ну-ка, давайте послушаем, что она сказала, а потом посмотрим ответ Марьяна Ро. И блогеры, в том числе, публичные люди, они стали после начала СВО высказываться, да, и когда, как будто бы раньше никогда не интересовались политикой, а тут вдруг резко они стали говорить и выражать свою какую-то позицию. Интересно, что это они вдруг начали? Гражданскую в том числе. Кто-то вообще уехал куда-то за границу, и там оттуда сейчас пытается как-то развиваться. Ай! Ну, я считаю, что это неправильно. Вот, всё понятно. Ну, даже можно дальше и не слушать. Ну, ладно, я послушаю. Ну, хорошо. Ну, она считает, что это неправильно. Надо завалить. Мм? Хеста разрушил карьеру Дины Саевой. Чего? Да. Сейчас буду рушить. Готовы? Погнали. Честно, я против, в принципе, какого-то высказывания. Когда ты находишься или находился в той стране, в которой тебя приняли, в которой ты набрал свою популярность, когда ты набрал свою аудиторию, и эта аудитория... Ну и чё? Ну, набрал я аудиторию, живя в России, и шо с того? Таким образом, я мог это сделать, находясь в любой стране. Мне тут делать, а не в самой стране. Это же не лично Путин мне аудиторию дал. Правильно. Люди сами захотели на меня подписаться, подписались и смотрят меня по своему желанию. Они это делают не потому, что Россия, или потому, что они живут в России. Во-первых. Во-вторых, среди аудитории есть люди не только из России. У меня из России 55%. А остальные 45, шо? Поэтому, что... Что если ты набрал аудиторию, находясь на территории России, ты не имеешь права про неё шо-то говорить? Критиковать власть? Как это вообще относится к власти, блядь? Если речь идёт, например, о власти. Ну, если ты вырос в России и набрал там аудиторию, ты теперь не имеешь права критиковать власть. Чё? Чё вообще? Аудитория тебя поддерживала, и в какой-то момент ты кидаешь эту аудиторию, высказывая своё мнение, которое причём... Кидаешь аудиторию? Куда кидать аудиторию? Не понял. Как раз таки, если ты наоборот просто забил хуй на происходящее, игнорируешь это. В этом случае ты больше кидаешь аудиторию, нежели чем, когда ты не игнорируешь происходящее. Чё за бред вообще? Куда кинул? Кого? Как? То, что уехал, типа, а что? Уезжать теперь ещё нельзя? Зачастую, может быть, не действительным. Объясню, как минимум, почему я это знаю. Не потому, что я знаю в политике очень много, а потому, что, чтобы разбираться в политике, надо быть политологом. Ну вот поэтому-то из-за таких, как ты, мы живём в говне. Куча таких же дурачков, которые... А я не буду лезть в политику, я же не политолог, поэтому буду просто всё игнорировать и хавать. Эти, кто там сидит, разберутся без нас. Ну мы видим, как они разбираются. Ху-па. Да, то есть вроде там политики, а чё-то как-то не очень, да, людям. Что-то получается-то вроде как и... И даже если ты политолог, это всё равно них не значит. Минимум, эти люди не сидят каждый день, читая новости, и даже нет, новости бывают, знаешь, достоверные и недостоверные. Но чтобы изучать какую-то глобальную тему, надо в нём хорошо разбираться. Я уверена, что те люди, которые ушли за границей и что-то говорят против страны, они не так хорошо разбираются и они это говорят... А, подожди, хорошо. А те, кто за страну говорит, они хорошо разбираются, да? Видите, она как бы акцентирует внимание на том, что кто против говорит. Вот кто против говорит, они плохо разбираются. А кто за... О. Разбираются просто вообще, блин, вообще лучшие ребята. Наши, наши, слоны. Ой, блядь. Счастье. Да ладно, так скажи. Зет-зет, всё. Чё ты начинаешь притягивать то, что там, если ты не политолог, то ничего нельзя. Какого... Я считаю, каждый, каждый буквально гражданин своей страны, неважно, Россия, любая другая страна, должен интересоваться политикой так или иначе. Высказываться, я не знаю, интересоваться и всё остальное. Какое тебе образование? Хоть ты, там, дворник, неважно. Ты всё равно должен этим интересоваться, не игнорировать. Чё за хуйня? А если у нас будет население жить по принципу того, что... Если я не политолог, а я буду молчать, тогда вообще п***ец начнётся. Не, ну так уже есть. Но ещё хуже будет. Реально в Северную Корею превратимся. Импульсивно и заводят в заблуждение себя и свою аудиторию. Мне лично становится неприятно смотреть, как некоторые коллеги... Не знаю, не знаю. Не знаю, кто там, кого в заблуждение вводит. Те с той стороны или те с другой стороны. Мои по цеху уходят за границей и начинают говорить плохо о том месте, где они начали свою карьеру. Ну и чё дальше-то? Окей, давай так. Я начал свою карьеру в России. Да, но я её начал на американских площадках. YouTube и Twitch. То есть, по сути, мне Америка дала возможность стать тем, кем я являюсь, а не Россия. То, что я там находился, б***ь, на территории этой страны, что с того-то? Свою деятельность-то я исполнял где? На американских площадках, б***ь. С помощью американской оборудования, микрофоны, б***ь, мышки, клавиатуры, мониторы. Всё, Америка. Так что, давай, не надо. А ещё, по твоей логике, футбол могут смотреть только те, кто, соответственно, занимается футболом. Так же, как и другие виды спорта. Не смотрите футбол, потому что вы футбол никогда не играли. Всё. А я сейчас оффаю стрим, ну потому что у меня же нет профессии стримерской. Я же не радиоведущий по профессии. Значит, я не должен сидеть сейчас тут разговаривать. То есть, если у меня нет вообще никакой профессии, я вообще тогда должен лениться на диван и лежать, потолок смотреть. Я же ничего не умею. Ну, пи***ь. Да. Окей, а Мариана Рошу на это ответила. Даже интересно. Ну, это полная, ну, это какая-то постная хуйня. Серьёзно. Ну, шо это, шо это такое? Сори за негатив, ребят, но я не знаю. Наивно полагать, что политикой должны интересоваться только политологи. Дина Саева, ты лживая и глупая девица, место твоё только плясать в ВК-клипах для просрочки. Сил моих больше нет смотреть на эту хуйню. Если будет на нашей улице праздник, то все будут бояться выйти на улицу, потому что это стыд. Продавать свою очко ради чего? Вы что там, ебанцы совсем? Паспорт. Идиот, в Древней Греции гражданин Полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан Полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления. А, о, видишь, да? Идиот, вот так-то. Вот так-то.